Всем привет, с вами Коржик Скучный и это игра Русская Рыбалка 4 И сегодня я хочу показать вам интересную точку на озере Янтарное, которая мне действительно понравилась Значит, друзья, простоял я здесь, как обычно, ровно 1 час, как вы видите, 1 час И 1 минуту назад последний пойман был хвост Значит, перед тем, как мы отправимся, посмотрим, сколько же у нас получилось заработать серебра Я хотел бы сказать некоторые плюсы, которые я заметил уже сейчас Почему стоит все-таки поехать половить на эту точку Первый плюс, это то, что здесь очень много рыбы Как вы видите, у меня за час вышло 70, ну вот 77 хвост Что это значит? Это то, что вы можете качать ПВА То есть, как говорится, нужно ловить разную и много рыбы Но нужно еще желательно ловить на разные оснастки Поэтому оснастку поп-ап или в моем случае оснастку хинж стив Вы можете ставить и ехать сюда ловить за 1 час 77 хвостов Это довольно-таки много Второй плюс, который тоже здесь очень хорошо можно сказать о нем Это то, что здесь очень много незачета Как бы это странно не казалось Почему это плюс? Потому что здесь можно покачать наживку Покачать наживку методом приготовления наживки Это кусочки рыбы Очень-очень много незачетного карпа Вот полтора, два с половиной Ну вы видите, да, где нету галочки, это незачетно То есть, можно резать на рыбу Довольно-таки много Сколько я расскажу, наверное, в магазине Потому что здесь я не могу это отсортировать Итак, друзья, что у нас получилось? У нас получился карп чешуй чистый Карп рамчатый Линейный призрак был довольно-таки большой Карп линейный, линейки залетали Много, не ли мало, не знаю Много, конечно, зеркала мелкого И также были амуры белые Поэтому я предлагаю все-таки посмотреть, на что я ловил А потом уже на десерт посмотрим, сколько же получилось фарма Значит, ловил я на черную смородину фиолетовую Черную смородину дип без бойла И на ПВА ПВА у меня было довольно-таки стандартно Это черная смородина прикорм Две добавки Один дробленый И добавка кукуруза Основа молота кукуруза И аромка черной смородины И ловил также я еще на желтую Здесь желтая И здесь фиолетовая Не знаю, разницы не заметил Она обе клюет Поэтому что у вас есть, то и используйте Вот Также можно здесь прикармливать именно с подом Тех, у кого ПВА нету Потому что здесь всего лишь клипса 15 метров Друзья, вот еще раз покажу свою сборку Довольно-таки все стандартное Это стандартный хинж стив или поп-ап Можно использовать и то, и то 15 метров Вот, друзья, тут написано, что сход произошел Не знаю, как это произошло Клипса 15 метров Поэтому можно, в принципе, ловить Прикармливать с подом Довольно-таки близко И поэтому прикорм будет качественный Вернее, качество прикорма будет Хорошее Или качество прикармливания Не знаю, как правильно объяснить Если что, поправьте Это, например, когда 35 метров Тогда да, с подом тяжело закормить Поэтому, если вы будете кормить с подом То фарм будет еще больше Потому что будут меньше расходы на приманку Вернее, на прикорм Давайте посмотрим, сколько у нас получилось по деньгам Выбираем 360 монет Много это или мало Конечно же, судить вам Минусуем, конечно же, прикорм Наживку Получается примерно Ну, я думаю, где-то 350 чистыми вышло Если кормить с подом, то еще больше Поэтому, друзья Довольно-таки нормально Рабочая точка Можно на ней посидеть Никогда не показала координаты Как обычно Короче, я, как всегда В своем репертуаре Друзья, одну микро-миллисекунду Я скажу вам точные координаты Друзья, это вот на базе находится База Выходите Вот мостик Сюда подходите 15-ая клипса Координаты 40 133 Находится Прямо Прямо Вот здесь Поэтому, друзья Я советую Советую вам Половить И третий плюс Это, конечно же То, что Карп приносит Довольно-таки Нормальное количество Опыта Особенно, если ты Ловишь их На карповое Удилище Короче, друзья Одни плюсы Активная ловля Довольно-таки Нормальный фарм Прокачка наживки Прокачка ПВА Вернее Прокачка Донной снасти И Прокачка Опыта Все, друзья Надеюсь, все сказалось Если будут вопросы Конечно же Пишите в комментариях Всем отвечу Всем пока Всем спасибо